Парки, скверы, набережные и другие зеленые зоны с наступлением весенней пары по праву пользуются большой популярностью. Берестейцы с удовольствием проводят время на свежем воздухе, особенно рады возможности принять солнечные ванны, дети. И такое стремление оздоровить свой организм похвально, однако, чтобы походы на природу приносили только положительный эффект, стоит помнить об опасностях, которые может таить в себе лесопарковая территория. В частности, о клещах. В последнее время, к сожалению, их становится только больше. Относительно сухая и теплая зима, начало весны, раннее начало активности клещей, а потом прохладные дождики, все это способствовало увеличению, еще большему увеличению их активности в природе. И мы констатируем то, что численность клещей в природе в этом году пока значительно выше, чем в прошлом году. Объем крови, за которой охотится клещ, небольшой. Риска умереть от ее потери нет. Опасность таится в качестве укусов. Слюна животного может содержать возбудителей болезней. Среди них особую опасность представляют клещевой энцефалит и лаймборелиоз. Причем, если про вред, который наносит организму энцефалит, многие знают, то болезнь лайма почему-то и, к слову, совершенно напрасно считается не самой серьезной угрозой. Лаймборелиоз золотым стандартом этого заболевания является мигрирующая ритема. Через несколько недель, как правило, оно уходит без всякого лечения. То есть человек может, собственно говоря, просто не обращаться никуда. И затем заболевание дальше прогрессирует, и уже наступает вторая и третья стадии заболевания. Это более серьезное поражение. Более серьезное поражение – это, как правило, поражение сердца, может быть, поражение суставов и поражение центральной нервной системы. Кстати, некоторые исследователи считают, что клещи, как и многие другие животные, чувствуют раздраженного человека и скорее нападут на того, кто чем-то недоволен или расстроен. Однако, кроме хорошего настроения, при выезде на природу стоит захватить с собой и средства превентивной защиты – репелленты. Грамотно подобранная одежда также в списке обязательных профилактических мероприятий. Нужно помнить о том, что клещи укрываются под опавшими листьями, под растительными остатками, под валежником. Вольготно чувствуют они себя в затененных местах с густым кустарником, в пожухлой прошлогодней траве. Поэтому нужно всемирно способствовать тому, чтобы было как можно меньше мест убежищ клещей, мест их укрытия и возможности их обитания и заселения все глубже и глубже городов и поселков. Удалить клеща нужно максимально быстро после его обнаружения. Сделать это можно и самостоятельно, однако при необходимости помощь окажут и в медицинских учреждениях. Есть несколько способов удаления клещей. Все они отличаются принципиально только инструментом, с помощью которого он удаляется. Первый способ это попытаться удалить клеща с помощью пинцета хирургического либо зажима. Ну конечно подойдет и обыкновенный пинцет, который в принципе есть у каждого. Суть состоит в том, что клеща нужно попытаться ухватить поближе к головке его и вращательными движениями против часовой стрелки попытаться его удалить. Как правило, через один-два оборота он удаляется полностью. Второй способ, если нету каких-то подручных слез, нету пинцетов, то можно попытаться удалить его ниткой. Нитка в виде узла обвязывается вокруг головки клеща и вращательными движениями, также против часовой стрелки, постепенно удаляется. Чтобы узнать, было ли заражено кровожадное животное, стоит обратиться за помощью к специалистам. Сдать на лабораторный анализ клеща в областном центре можно на площади Свободы 8. Есть специальные пункты и в районных центрах. И помните, если избежать встречи с кровососущим не удалось, не стоит надеяться на авось. Лучше перестраховаться и проконсультироваться с врачом, чем потом бороться с последствиями собственной беспечности. Субтитры создавал DimaTorzok